Всем привет, с вами Саввел и сегодня я расскажу вам как сделать безопасный атомный реактор в моде Industrial Craft в Майнкрафте. Готовый атомный реактор выглядит вот так вот. С этой стороны имеется окошко для включения и выключения атомного реактора с помощью Родстоуна, а также закидывание в него капсул с ураном. Сверху имеется окошко для вывода энергии через оптоволоконный кабель, ну в принципе из этого атомного реактора можно выводить также с помощью золотого кабеля. И в конце стоит энергохранилище, сюда будет скапливаться ваша энергия. А также данный атомный реактор имеет выходное напряжение в 70 энергоюнитов за такт. Перейдем к постройке самого реактора. Для того, чтобы если вдруг что-то пойдет не так, ваш реактор не разнес пол вашего поселения, вам придется использовать вот такой вот защитный короб. Его можно делать как из взрывозащитного камня, так и из взрывозащитного стекла. Разницы в принципе нет. И вот вы построили вот такой вот короб и размещаете внутри него ваш атомный реактор. И ставите рядом с ним дополнительные блоки к нему для большей выработки энергии. Всего ставите 6 блоков и у вас получается вот такой вот атомный реактор. Далее надо построить для него пассивное охлаждение в качестве льда. Также можно заливать воду, но лед более эффективен и не тает, и не испаряется как вода. Лед можно сделать в индустриал крафте, если положить снежки в компрессор. Выставляете ледяные блоки вот таким вот способом. Так, пассивное охлаждение готово. Теперь замуровываем крышу, оставляя отверстие для выхода энергии. В принципе на этом постройка атомного реактора завершена. Для большей безопасности вы можете обложить его вторым слоем блоков. Для постройки нашего реактора нам понадобятся стержни с ураном, охлаждающие вентиляторы и охлаждающие капсулы. Стержни с ураном служат в качестве вида топлива и сгорают, выделяя энергию и выделяя тепло. Это тепло распределяется по четырем соседним блокам, сверху, снизу, справа, слева. Охлаждающие вентиляторы служат для передачи тепла от стержней с ураном к охлаждающим капсулам. То есть они передают тепло по диагонали на охлаждающие элементы. Охлаждающие стержни принимают тепло от этих вентиляторов и от стержней уранов, которые находятся рядом с ними. Они могут принять определенное количество тепла, после чего будут разрушены. Все элементы нужно располагать именно в таком порядке, иначе у вас просто что-то может пойти не так и ваш реактор взорвется. Стоимость крафта этих элементов, а именно охлаждающих вентиляторов и охлаждающих капсул довольно дорогой. Для каждого вентилятора требуется один алмаз, а на каждую капсулу требуется просто огромное количество олова. Но все-таки, добыв столько ресурсов, построив атомный реактор, вы сможете использовать свой уран и получать безопасную энергию при помощи атомного реактора. Ядерный реактор является неплохим источником энергии. Главным его плюсом является независимость от времени суток. В принципе на этом все. Такой вот получился небольшой гайд. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!